последнее и наверняка самое интересное для многих тема этого видео это помолвка в частности помолвка в словакии так что если вы смотрите видео помолвка в словакии отдельно как отдельный продукт на моем youtube канале то скорее всего она болтала больше чем на 10 минут что делает это полноценным видео и даже не факт что кратко по теме помолвка не 21 год что для словакии для студента 4 курса или даже 3 или даже 2 большинстве случаев это очень мало не 21 год а всем моим одногруппницам 23 кому-то 24 1 38 но это не такой уж и распространенный случай половина моих одногруппниц последние несколько месяцев последние полгода помолвились помогли своими парнями женихами получается теперь в нашем понимании слова и на их примере и не только на их примере я бы хотела с вами обсуждить об обсуждить я бы хотела с вами помолвку и ее понимание в словакии естественно то что я буду говорить в этом видео хотя буду множество раз оговариваться но все люди разные и абсолютно в любой стране у любого народа можно встретить абсолютно разные ситуации из тех что я буду перечислять в этом видео в целом то что я с чем я лично сталкиваюсь во время своего проживания словакии помолвка происходила так что меня удивило и что показалось мне в словацкой помолвки не похожим на нашу помолвку русскую белорусскую снгковскую из какой бы русскоговорящей страны и постсоветского пространства вы бы ни были это то что у нас белоруссии россии украине чаще всего люди заключившие помолвку женятся ну вскоре после нее чаще всего действительно признать ее процентном соотношении по статистике это действительно так если парень сделал предложение девушки девушка сделала предложение парню один партнер сделал предложение второму то они женятся какой-то период от нескольких месяцев до года может через полтора года в целом когда люди помалываются после помолвки все что пара делает жених с невестой они уже просто готовятся к свадьбе по сути время что держит их помолвку от их свадьбы это время к подготовке к их свадьбе если они планируют какую-то действительно свадьбу как торжество не просто роспись словацком понимание лаки все далеко не всегда так ни одна из моих одногруппниц из моих однокурсниц помолвенных которых я знаю не собираются выйти замуж заключить брак менее чем через четыре года от момента когда они помолвились а может и даже больше может это будет даже лет через пять через шесть через десять то есть для них состояние помолвленных для некоторых становится ну чуть ли не пожизненным то есть то что это может растянуться там лет на 5-10 это вообще нормальная практика если люди только что заключили помолвку это вообще не значит что они скоро поженятся это меня очень удивило я когда бросилась поздравлять курсниц одногруппниц с помолвкой меня сразу же спросила ну а что что это вашей жизни изменит вы начнете жить вместе вы начнете видеться чаще чем один час один раз в месяц вы вы поженитесь скоро и все говорят да нет вообще нет ну просто мы теперь помолвлены на какое-то количество лет ну наверное года через четыре поженимся это к вау интересно непривычно помолвка в словакии среди моих ровесников по крайней мере это не признак какой-то ближайшийся свадьбы а состояние души просто люди захотели чего-то больше чем статуса встречающихся но к браку как таковому они еще не готовы и хотят готовиться к нему несколько лет так это часто бывает кроме того среди всех поколений любого возраста встречаются такие люди которые просто встречаются живут всю жизнь в качестве просто парня и девушки при этом они могут иметь совместно нажитое имущество они могут иметь разнообразное количество детей но при этом они будут оскорбляться если вы случайно назовете их супругами мужем и женой особенно на мужчинах это вид что нет это мать пяти моих детей она не моя жена она просто моя девушка почему ты сказала что она моя жена на просто моя подружка что вы думаете о таком отношении к помолвке как вы относитесь к помолвке и заключению брака принципе думаю что конечно же в наше время брак вообще не обязателен только если вы не собираетесь заключать брачный договор на случай дележки имущества если вы планируете наживать совместно какое-то имущество рожать детей я вполне могу понять многих людей которые думают что сама свадьба как церемония это пустая трата нервов и огромных денежных средств что штамп этот паспорт и не нужен ничего не дает а для девушек особенно вот смена фамилии если девушка собирается менять фамилию все документы это огромная морока что касается меня честно говоря я бы хотела помолвку я бы хотела просто штамп в паспорте я бы хотела колечко на пальчик я бы хотела какой-то знак даже в принципе красивый благородный мест я тебя отметил ты моя ты моя я твой вот теперь мы не просто друг и подружка парень и девушка теперь мы жених и невеста ставит отношения как будто бы в какой-то более серьезный статус так объявить на весь мир что вот мы когда-то собираемся создать в семью мы семья свадьба скорее бы всего не хотела бы хотела просто расписаться и помолвленной побыть честно говоря тоже бы хотелось у нас же у нас же в русском языке есть понятие гражданский брак другом языке и такого понятия не знаю сожительство до рада за своих однокруппниц рада за всех помолвленных людей немного им завидую потому что я по сути в гражданском браке но не помолвлена уже несколько лет мне кажется никогда и не буду углиной потому что помолвка в понимании моего избранника это церемония которая происходит прямо утром в день свадьбы такие дела так что друзья и приятели такое вот видео у меня получилось спасибо вам большое за просмотр спасибо за любой отзыв но больше всего спасибо за поддержку мире и так слишком много зла несправедливости и негатива пожалуйста не теряйте в себе этот лучик света смейте сияйте следуйте за мечтой всегда проверяйте описание любого моего видео будьте добрыми пока пока